Видео уроки фотошопа Показать вам, как можно при помощи света и тени Подчеркнуть нужные детали на лице нашей модели Также из этого видео урока вы научитесь Простому способу текстурирования ваших фотографий Чтобы добавить на ваши снимки нужную вам атмосферу и антураж Ну что ж, давайте приступим Первое, что нам с вами необходимо сделать Это избавиться от небольшого дефекта в правой части нашей фотографии Здесь видимо при съемке попал небольшой участок софтбокса И нам необходимо в первую очередь избавиться от него Для этого давайте создадим новый пустой слой И просто при помощи инструмента штамп мы этот участок зарисуем Выбираем инструмент штамп Давайте размер для него возьмем побольше Чтобы он был примерно по размеру с наш дефект И прозрачность выставляем на 100% Убедитесь, что у вас образец берется с активного слоя И также с слоев, которые находятся ниже Выбираем здесь И зажимаем клавишу Alt, чтобы взять образец чистого участка нашей фотографии И вот таким вот образом просто заделываем данный дефект Как видите за несколько секунд мы его полностью удалили Отлично, можем двигаться дальше Теперь в принципе эти два слоя можно слить в один Нажимаем комбинацию Shift, Ctrl, Alt, E Чтобы создать копию И продолжаем уже работать с ней Итак, как я уже говорил Мы с вами подчеркнем нужные нам детали на лице нашей модели При помощи светотени Для того, чтобы это сделать Мы создадим два корректирующих слоя кривые Создаем один корректирующий слой И выгибаем его вот таким вот образом вверх На нем мы будем прорабатывать светлые участки Заливаем пока что маску черным цветом Нажимаем Alt, Del Сразу назовем этот слой свет И создаем еще один корректирующий слой кривые Выгибаем теперь кривую вниз Вот примерно так Назовем этот слой тень Также заливаем маску черным цветом Выбираем ее Нажимаем комбинацию Alt, Del Отлично Ну и теперь начинаем прорабатывать сначала светлые участки Выбираем инструмент кисть Размер берем меньше Убедитесь, чтобы кисть у вас была обязательно мягкой И также желательно использовать небольшие значения прозрачности и нажима В данном случае поставим примерно прозрачность на 15 И давайте нажим возьмем Ну где-нибудь 25% Чтобы мы могли более детально контролировать Как у нас накладывается эффект Итак, в первую очередь нам необходимо Осветлить лоб И добавить ему дополнительный объем Начинаем вот отсюда вот такими движениями При помощи белой кисточки Осветлять данный участок Двигаемся вот такими вот мазками кверху лба Следим за результатом Смотрим до и после, как видите Также Прорабатываем эту область И также проработаем нос Переносицу осветляем Чтобы добавить ей дополнительный объем Также Выделяем участки на ноздрях Которые у нас освещены Дополнительно их подчеркивая Вот таким образом Еще раз можно здесь пройтись Смотрим, что получилось до и после И продолжаем теперь Уже на щеках Также осветляем вот эту область Так Здесь теперь Смотрим опять же на результат Как видите У нас появляется дополнительный объем На лице Мы продолжаем Также Выделять области Над глазами Вот здесь Аккуратненько это делаем До и после Переходим теперь ниже И осветлим немножко Участки вот здесь Вот на бороде Там где она у нас седая И чуть-чуть Вот здесь Вот На подбородке Да Также давайте Немножко осветлим Губы Там где у нас есть Блики Примерно таким образом Чтобы получить Дополнительный объем И на них Переходим теперь Еще ниже У нас теперь Остается шея Прорабатываем жилы Которые у нас здесь Очень хорошо видны Нам нужно их Еще сильнее Выделить Продолжаем Вот таким вот образом Это делать Так Следим за результатом До и после Как видите Можно еще немножко Не бойтесь В данном случае Перестараться Вы в любой момент Можете понизить Прозрачный слой Если вам эффект Кажется слишком сильным И уже продолжить С получившимся результатом Да Теперь переходим На одежду Также Осветляем складки На майке Вот таким вот образом Смотрим Где у нас здесь Они должны быть заметны И выделяем Немножечко осветлим Вот этот участок Следим за результатом До и после Вот примерно Так я думаю Данный слой Можно оставить Теперь переходим На слой С тенями Продолжаем Рисовать Свет И тень На лице У мужчины Затемняем Наружную часть Лба Чтобы добавить Дополнительный Объем На него Вот таким образом Это делаем Смотрим До и после Так И так же Добавляем Дополнительные тени Рядом с переносицей И на глазах Так же Обязательно Затемните брови Чтобы сделать их Позаметнее Вот таким вот образом Так И вот здесь Добавляем тени Под нос Вот сюда На щеки И теперь Начинаем работать С бородой Так же Ее затемняем В нужных нам местах Вот таким образом До и после Так же Давайте Перейдем на Слой Со светом И немножко Осветлим Вот здесь Вот Бороду Да Так как Она у нас здесь Довольно светлая Можно ее Еще чуть-чуть Подчеркнуть Вот таким Вот таким образом Так Продолжаем Накладывать Мазки Теперь переходим На Шею И прорабатываем И прорабатываем Здесь уже Вот таким образом До и после Давайте я немножечко Отодвину Изображение Посмотрим Что получилось И так же Прорабатываем Уже Складки Точнее Тени На них Вот таким образом Здесь в принципе Можно Очень сильно Не стараться Так как Потом Мы этот участок Затемним У нас здесь Будет виньетка Поэтому Просто Немножечко Набросаем Общие контуры Сильно Заморачиваться Не будем Так Отлично Давайте Объединим Эти два слоя В группу Смотрим Что получилось До и после Как видите И так же Я хочу Еще немножко Проработать Мелкие детали Такие как Например Морщины Хочу их сделать Позаметнее Для этого Создадим Еще два слоя С кривыми Так же Один выгибаем Таким образом И еще Один выгибаем Уже вниз Вот таким Так Берем Белую кисть И начинаем Выделять Дополнительно Морщины На лице Так На лбу Так же Можно Еще Немножечко Подрисовать Брови Ресницы В общем Все мелкие Детали Нам необходимо Здесь Проработать На этом слое Смотрим Что получилось До и после Так же Давайте Проработаем Уши Так же Добавим Дополнительный Объем Сюда И теперь Переходим Уже На нижний слой Который Отвечает За свет И так же Работаем И на нем Так Немножечко Осветлим Зрачок Вот здесь В нижней Части Чтобы добавить Своеобразный Блик Да и после Можно Еще Даже Чуть Чуть И при помощи Слоя с тенью Добавим Тень На верхнюю часть Зрачка Таким образом Мы создали Еще больше Объема На глазах Продолжаем Работать С морщинами Выделяя Нужные Нам Области Здесь Да Такс Аккуратненько Еще добавим Несколько Мазочков Здесь И теперь Поработаем С ушами Прорабатываем Светлые Участки На них Аккуратненько Засветляем Давайте Посмотрим Что получилось И теперь Добавим Два этих Слоя В отдельную Папочку Выбираем Оба Нажимаем Комбинацию Ctrl-G И две Группы Также Помещаем В отдельную Папку Выбираем Их Обе Нажимаем Еще раз Ctrl-G И назовем Получившуюся Группу Dodge And Burn Так Dodge And Burn Чтобы в дальнейшем Нам с вами Не путаться И теперь Продолжаем Работу Следующим Шагом Мы с вами Займемся Устранение Некрасивого Желтого Налета Зубов Для этого Будем использовать Корректирующий Слой Цветовой Тон Насыщенность Создаем Его Переходим Здесь В желтый Канал И чтобы Убрать Желтый Налет Понижаем Насыщенность Этого Канала Примерно До значения Минус Пятьдесят То есть Смотрим На результат Когда он Нам будет Нравиться Оставляем Я Закрываю Данный Корректирующий Слой И Заливаю Маску Черным Цветом Нажимаю Комбинацию Альдал Теперь Необходимо Открыть Маску Только На Зубах Для этого Берем Кисточку И Аккуратненько Белым Цветом Рисуем По маске В том Месте Где у нас Находятся Зубы Вот таким Образом Как видите Налет У нас Пропадает Так И Так же Вот здесь Вот Посмотрим На результат До И После Как видите Можно Еще Чуть Вот Здесь Снизу Проработать До И После Отлично От Желтого Налета Мы С вами Избавились И Можем Двигаться Дальше Следующим Шагом Создаем Еще Один Слой Цветовой Тон Насыщенность И Понизим Уже Насыщенность Сей Фотографии Примерно До Значения В Минус Тридцать Или Минус Тридцать Пять Даже Это Мы Делаем Для Того Чтобы Облегчить В дальнейшем Процесс Тонирования Нашего Снимка Потому Что Если Мы Насыщенность Не Понизим У нас Новые Оттенки Будут Смешиваться Со Старыми И Фотография Получится Не Того Цвета Который Нам Нужен Чтобы Это Исключить Мы И Создаем Цветовой Тон Насыщенность В котором Немножечко Обесцвечиваем Наш Снимок Далее Нам С вами Необходимо Немножечко Усилить Резкость На фотографии Для этого Создаем Объединенную Копию Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Нажимаем И Переходим В пункт Фильтр Усиление Резкости Контурная Резкость Так Первым Шагом Мы С вами Усилим Резкость Средних Деталей Для этого Ставим Радиус Примерно На 4 Пикселя Вот Таким Образом И Эффект Может Быть Либо 100 Либо 150 Процентов В зависимости От вашей Фотографии И того Какой Эффект Вам Нужен Если Хотите Сильнее То Соответственно Повышайте Эффект Больше Нажимаем ОК И Дублируем Данный Слой Еще раз Нажимаем Ctrl J Переходим Опять В пункт Фильтр И на этот раз Применяем Данный Фильтр Уже С радиусом Где-нибудь В 2 Пикселя И Эффект Можно Чуть-чуть Понизить Примерно До Значения 100 Вот Таким Образом Нажимаем Клавишу ОК И Можем Посмотреть На то Какой Результат У нас Получился Как видите До И После Резкость У нас Повысилась На всех Деталях Как На мелких Так На средних Что Как раз Очень Очень Хорошо Смотрится Следующим Шагом Будем Добавлять Небольшую Винетку На фотографию Чтобы Основное Внимание У нас Было Приковано К центру Фотографии Для этого Воспользуемся Просто Черным Слоем Создаем Корректирующий Слой Цвет И Заливаем Нашу Фотографию Черным Цветом Вот Здесь В окошечке Пишем 6 Нолей Нажимаем Клавишу ОК Выбираем Маску Этого Слоя И при помощи Градиента От черного К белому Стиль У которого Будет Радиальный И с середины Вот таким Вот образом Заливаем Маску Градиентом Так Смотрим Чтобы Результат У нас Был Таким Который Нам нужен Вот Примерно Так Можно Оставить Как видите До и После Получилась Такая Мягкая Винетка Ну и Теперь Можно Переступать Уже Непосредственно К текстурированию Я Заготовил Заранее Специальную Текстурку Я Приложу Данное Изображение К этому Видео Уроку Вы сможете Его Скачать И использовать Уже Для Обработки Своих Фотографий Давайте Сначала Скопируем Ctrl A Ctrl C Мы Нажимаем И Вставляем Поверх Нашего Стивка Нажимаем Ctrl V При Помощи Свободного Трансформирования Ctrl T Растягиваем Размер Нашей Фотографии По Размеру Нижнего Слоя Так Чтобы Текстура Покрывала У нас Весь Снимок Да И Нажимаем Клавишу Enter Далее Обесцвечиваем Текстуру С помощью Комбинации Shift Ctrl U Либо Через пункт Изображения Коррекция Обесцветить Как вам Удобнее Да И режим Наложения Ставим На Умножение И Также Добавляем Маску Нам Необходимо Удалить Текстуру С лица Поэтому По Маске Сейчас При помощи Градиента Мы Заливаем Вот Эту Вот Область Вот Таким Вот Образом Можно Чуть Чуть Поменьше Чтобы Текстура Была Заметна Только На Фоне Вот Примерно Так Как видите До И После Что У нас Получилось Теперь Я хочу Немножко Осветлить Наш Снимок Так Как После Текстурирования И Винетирования Он Стал Чуть Чуть Темным Для Того Чтоб Его Осветлить Воспользуемся Корректирующим Слоем Кривые И Просто Чуть Чуть Поднимем Кривую Вверх Вот Таким Вот Образом Не Сильно Примерно До Такого Вот Значения И Вот Так Вот Можно Оставить Я думаю Закрываем Данный Слой Смотрим До И После Ну И Теперь Приступаем Уже К Тонированию Нашей Фотографии Используем Корректирующий Слой Цветовой Баланс Сначала Идем В средние Тона Здесь Перетаскиваем Верхний Ползунок Примерно До Значения Плюс 15 И Нижний Ползунок До Значения Минус 10 Таким Образом Мы Добавим Теплых Оттенков На Нашу Фотографию Переходим Теперь В тени В тенях Немножечко Добавим Синего Перетаскиваем Ползунок До Значения Плюс 20 Или Плюс 25 Примерно Так И В свет Добавим Также Теплых Оттенков Для Этого Перетаскиваем Нижний Ползунок До Значения Минус 10 Вот Примерно Так Закрываем Корректирующий Слой Смотрим До И После Как Видите Ну И Можно Еще Чуть Осветлить Фотографию Только Сделаем Это Уже При Помощи Корректирующего Слоя Уровни Перетащим Самый Правый Ползунок Немножко К Центру Чтобы Осветлить Наш Снимок Вот Примерно Так Вот В принципе И Все Наша Фотография Обработана Как Видите Давайте Я Получились В отдельную Группу И Мы Посмотрим Еще раз На То Что У нас Было В начале И На Наш Финальный Результат Итак Вот Фотография Которая Была У нас В самом Начале Урока И Вот Что У нас Получилось После Ее Обработки Я Надеюсь Данный Видео Урок Вам Понравился И Будет Вам Полезен С Вами Был Кузьмичев Алексей И До Новых Встреч В Следующих Уроках Качайте Бесплатный Видеокурс Шикарная Ретушь За 5 Простых Шагов Жмите На Кнопку Получить Курс Редактор субтитров